Боже наш, радость сотвори учеником, обитованием Святого Духа, и священным и бывшим благословением, яко Ты, Сын Божий, избавитель мира. Господь и Бог наш, Борис, небо, земли, слава Тебе, благослови предстоящие занятия, дай нам разумение Духа Писания Твоих, вложи Твои слова, Господи, в сердце, в разум, на уста наши. Помоги, Господи, что все здесь услышанное, что Ты нас, Господи, научишь Духом Твоим Святым. Все это мы воплотили в жизнь свою, и были также всюду и везде свидетельствами Слово Твоего, Возвещая истину Твою, вечно Твою Евангелие людям, сидящим в отме. Вразуми нас, наставь нас, вложи Твои слова в сердце, в разум, на уста наши. Пребудь рядом с нами, Господи, не оставь и не покинь нас. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Откровение 22 глава с 3 стиха. Не все были тогда, две недели назад. И вот цветные, я взял такой, в том цветные гравюры, Даре. Ангел показывает апостолу Иоанн в Новый Иерусалим. Ну это так, Даре представил, конечно. Может не все видели, дома можете посмотреть, у кого есть. Вот эта вот картинка. Вот мы как раз об этом и читали. То есть город Иерусалим, его устройство, какой он размером, как это именно святые отцы толкуют. Ну, брат Владимир сегодня, ведущий. Пожалуйста. Откровение 22 глава 30 стих. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Ангца будет в нем. И рабы его будут служить ему. Толкование. Об этом же пишет пророк Захария. И будут жить в нем. И проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Захария 14 глава 11 стих. Проклятием змеи, грехопадением Адама и Евы ознаменовалось изгнание из рая. К этому бытие 3 главу читаем. Упразднением всякого проклятия, в скобках анафемы, и всего проклятого ознаменуется начало вечности, нового рая. На страшном суде Господь скажет тем, которые по левую сторону идите от меня проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Матфея 25 глава 41 стих. Огонь гиены, вот конец всему проклятому. Там оно и будет. В неместном же городе ничего уже не будет проклятого. Через грех Адама проклятие вошло во весь род человеческий. Это мы читаем в Римлянам 5.12. Там написано, посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. В нем это значит водами. То есть это говорится о первородном грехе. Да, да, о первородном грехе. Через крест Христов оно упраздняется. Христос, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Колосинов 2 глава 14 стих. Склонись, человек, перед этим крестом и получи разрешение от клятвы, тяготеющей над тобой. Войди апостольскими вратами в город-церкви, где ничего уже нет проклятого. Ныне, это я вот еще местописание не сказал, Римлянам 6.23, там написано, что «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жить вечно во Христе Иисусе, Господе нашему Иисусе». Ныне церкви дан суд разрешать от клятвы, анафемы и возлагать ее. Матфея 18 глава 17 по 18 стих. Кто может ответить? Матфея 18 глава 17 по 18 стих. Там даже вроде только 18 можно прочитать. 17 по 18 стих. 17 по 18 стих, Матфея 18 глава. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церковь не послушает, то да будет он тебе как язычник и мутарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». «Потому, это говорится о том, что в церкви есть рукоположение именно священников и епископов, которым дана власть от Бога разрешать от грехов. Ну и даже, когда на человека налагается питьяне, то есть он определенным питьем проходит, после этого допускается. «Потому только в церкви освобождение от клятвы». Это мы видим в первую очередь в крещении. Так, я думаю, да, брат? Ну, освобождение от грехов, конечно. Да, в первую очередь в крещении, потому что там Деяние 2.38, как апостол Петр говорил, что «Итак покайтесь, и когда крестится с каждым из вас своими». «Воставление грехов». «Воставление». Там, как-то, точно не помню, что-то. Вот, и Деяние 2.16, там тоже об этом говорится, что именно в крещении прощение грехов происходит. Ну, это еще и в Таинстве крещения смотрите первородного греха. Да, ну и вот здесь то, что Матфея приведено, 18 глава 18 стих, там говорится о том, что это уже касается именно исповеди, когда священнику дана власть разрешать от грехов. Это еще признак, один из признаков церкви, вот этой власти, наличие этой власти. Ведь мы отличаемся от сектантов. У них нет этой власти. От Иоанна 20 глава. Господь говорит, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на ком останутся». Это уже блаженный Петелар толкует и говорит, что здесь дана уже до сошествия Духа Святого, вот эта вот благодать священства, то есть именно разрешать грехи апостолам. А потом уже апостолы передавали эту власть через рукоположение. То есть церковь прослажена, двигалась, а потом это передавалось через рукоположение. «Как жалкий, поэтому все сектантские общества, сулящие своим чадам разрешение от клятвы, дать же его немогущие». «Жалкое ослепление и заблуждение. Они, как дети, играющие во взрослых, подражают тому, что делается в церкви. Как дети песчаной каши, в кавычках каши, кормящие кукол, ей же они питают своих чад. Они, сами давно оказавшись вне города, в области проклятой, пытаются проклинать и отлучать неподчиняющихся им. Избави нас, Бог, от такого. Да избавит Бог и всякого от анафеи церковной. Ибо, что связано церковью на земле, то будет связано и на небе. А ничто проклятое не войдет в небесный Иерусалим». Книга Чесел, 16 глава. О чем там идет речь? Чесел 16 глава. О Корее до Павлиной Вероне. О Корее до Павлиной Вероне. Какое им наказание было? О Неживьем. Ватсашин Живьем, да. Вот эти были, можно сказать, первые сектанты, когда они рапстали, говорили, «А что Моисею только даму это?» Моисей-то вообще был костноязычный. Господь говорит, «Успокойся, я тебе брата дам, он будет говорить». А костноязычный заикался, он, может быть, три слова-то не мог связать. И Господь его избрал. Все, это Бог избрал. Спорить не надо с Богом. Сектанты спорят с Богом. То есть не согласны. Организации свои там и называют столько названий, 20 с лишним тысяч всех динаминаций только в христианстве. Только в христианстве. В православии сколько тоже. Всяких разделений. Где рукоположения именно нет. Это именно человеческое установление. Но надо смотреть именно исток откуда. От Христа, от апостолов. И сквозь века это все Господь сохранял. Даже были какие-то нестроения, разделения церкви. Но Господь бодрствовал над Словом Божиим. Написано, что я бодрствую над Словом Моим. И над церковью. Соборы, каноны. Это все для кого данного? Конечно же для нас. Что-то уже в прошлом было. Какие-то еретики, варкеаниты. Ну где они сейчас? Нету их. Или динамизм. Мы в семинарии проходили, изучали. Но нету этого сейчас. Но было в прошлом. Поэтому каноны некоторые касались и прошлого времени. А сейчас тоже есть такие правила каноны, которые необходимы соблюдать. Ну правила дорожного движения. В советское время были они? Ну конечно были. Они и сейчас действуют. Но там что-то добавляется. Ну и нарушаешь их. И ты погибаешь. Сколько всяких аварий случается. За один день только. Так и здесь. Правила каноны. Которые необходимы для соблюдения. В этом любовь. Именно. А то как-то понимают. Любовь. Это вседозволенность. Это тоже. К сожалению есть и в православии такое. Но человеку скажешь. Сделай замечание. Он не придет. Батюшка не говорит. Ну может не батюшка. Кто-то там. Как так? Наоборот ты. Если на тебе это есть. Обличаешь. Ты проявляешь любовь. Чтобы он исправился. Исправляешь он. Чтобы Слово Божие изучал. И соблюдал. Слово Божие. А он не знает. Ну не обличишь. Что он не знает. Нарушает. И все. И здесь. Обличение. Это как. Некое такое. Необходимое. Средство. Нам Господь показал. Именно по Евангелию. У меня вопрос возник. А почему именно так получилось. Что они. У них это желание возникло. Дафана Верона Кореи. Что побудило их. Если Лукавый стал подходить. Их стал побуждать к этим действиям. Зависть. Ладно. Занятие сконки. Как так? Зависть. Понятно. Есть причины зависть. Но еще гордость. Гордость. Много же роптало вообще тогда. Сколько душ роптало. Что вот. И там питание было другое. Лучше бы в Египте. Так там рабы лишь живут были. Как лучше-то. А тут еще Моисей. Что-то нам говорит. Мы что ли не можем сами по себе быть. И тут сразу же Господь ввязался. Даже с шатрами. С детьми. Совсем муществом. Там старики были. Там картина такая. Вот фильм ужасов можно снять. И все. Отойдите, говорит, от них. Может кто-то. Ой. Да может как-то бы это. Поправить все это. Компромисс найти. Никакого компромисса. Все. Непосредственно грех против Бога. Ну а на Моисея сестра роптала. Что с ней случилось? Казалось бы, ну что там же на человека ропа. Да Бог его избрал. Все. Это вождь ваш. Он ведет вас. Какой он там. Заика или еще какой-то. Бог избрал. Тут только склонить голову. И все. Так вот священство Господь ставит. Епископов склонить голову и соблюдать. Так он такой епископ. Там какой-то не такой. Все со смирением принимаем. Благодать действует через него. Даже через ослицев Господь говорил. А через людей тем более. Даже если он не такой. Я хотел добавить, что еще тем более, что народ израильский видел такие чудеса, через которые через Моисея, как и Бог, творил. Вот. И тут такой ропот возник. Это от начала Господь ставит условия вообще человека пребывания на земле. Спасения. А там увидим, начиная с самой первой главы бытия. Второй главы там. Когда было это. Дерево познать добра и зла. Потом бытия. Седьмой, восьмой главы. Это про Ноя в ковчег уже. Что спастись только можно было в ковчеге. Как говорят, когда он несколько лет сто на настроил. Что он все-таки говорил же об этом. А люди не поверили. Ну и так далее. А в основе стих писания для сектантов именно. Это Деяния 2.47. Написано, Господь прилагал спасаемых в церковь. То есть, те люди, которые уверовали, услышали о Христе, приняли его сердце. Господь еще вводил в церковь свою. Которую он основал. Матфея 16.18 мы читаем. И там написано в артаре ада и не адрес. Садишь бы церковь, но это ада и не адрес. Вот этот стих писания надо подумать, хорошенько разобрать. Ну и Иеремия 6.16, он тоже говорит, что остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних. Где путь добрый, и идите по нему, найдете покой душем вашим. Но они сказали, не пойдем. То есть, этот путь надо исследовать, начиная с первого века и как в течение всей общей, как церковь шла до 21 века, надо все это исследовать, где ему в церкви находится. Тут вопрос. Все страны. Можно? Вот Виктор Николаевич сказал сейчас, что раз епископ поставлен в церкви, что значит, все нужно принимать, так вот он сказал, смириться и подчиниться. Епископ в церкви рукополагает руманаха, молодого человека, которому нету 30 лет. То есть, я его должна воспринимать как священника или нет? По канонам нет. Нет. Мы сейчас говорили, что епископ в церкви, священник, священник. Его руку положили, да, есть там, ну да, там, то есть, вот, глухонемых сейчас вот. Его руку положили, ему 26 лет. Он только один может, как бы, никого нету, кто бы переводил. Он сейчас и руманах. Как, вот какое отношение, что, как, как по канонам он не имеет права, но он рукоположенный епископом, он подчинился. Я так говорил о сектанстве, что сектанство, оно возгордилось, и не принимает именно, и не ищет даже ту церковь, которая основана Христом, апостолом. А то, что если епископ не по канонам делает, это другой уже вопрос. Надо смотреть. Надо же пока... С соблюдение правил и канонов я же тоже оговорку сделал. А то, что он имеет именно рукоположение от апостолов, это передается через века, да, это нужно принимать и со смирением это все. То есть, не гордиться им, не основывать свою какую-то организацию. И об этом-то речь его. А здесь он, ну не по канонам он это делал. Как прямо им надо говорить. Если смотреть, иеромонаха рассматривает как духовное лицо, то смотреть, что он говорит, что он советует. А если судить уже по канонам, если ему запрещено служить до 30 лет, он должен ждать этого периода, а потом уже приступать к служению. Ну, если бископ его рукоположил, назначил, он должен обязательно пощерняться. Ну, тут надо с рассуждением... С рассуждением... Если смотреть с позиции канонов, то, конечно, ему надо ждать 30 лет. Если ты с ним беседуешь, с этим монахом, как с христианином, и он тебе дает советы, ну, правильные советы, ну, примите советы в своей жизни христианской. Разговор-то о чем идет? Ну, о священодействии, я говорю. А, если священодействие, он должен дождаться 30 лет. Что каноны говорят об этом? И Людмила, здесь так, раз епископ рукоположил, все, мы его принимаем как священника. Хотя, знаешь, что по канону он не должен быть. Только так. Есть такой момент, что... Да, если все равно через него проходит. Да, но есть такой момент, что ему надо дождаться 30 лет, чтобы священодействие совершать. Да, понятно. Но у нас был... Был этот... Иеромонах Нафанаил. Когда он пришел, в общину Барнаульскую, то служить он не служил, потому что 30-ти ему еще не было. Да, вот о чем я говорю. Ну, так же он был иеромонахом. Так же остался все. Как христианин он остался. Положение было. Да. А так до 30-ти лет он ждет. Ну, Люда, я правильно поняла, что это он глухонимый, он общается, да? Ну, может быть, это и было причиной, что его положили? Да, потому что других нет. Нету, и кто мог бы понимать, именно им отнимать. Есть поверь, у них не то, что есть безграмотные, которые, например, написать не могут. Они не могут написать, а они могут там жестами писать. А он понимает, то есть он, ну, ему нет 30 лет. Ну, вот поэтому... А он с ними занимается, у них поспешная школа, у них человек 30 там ходит. То есть у них там как бы свои занятия, то есть свои, это ну... Нет, но если занятия идут, это хорошо. Нарушений в этом нет. Да или нет? Есть. Да. Я, например, не могу воспринять, что он еще как бы, ну, нельзя, он был здесь у нас, да? Иван, да? Или сейчас уже отец Пропольчик. Он уже отец. Так, мы продолжаем. С словам ничего уже не будет проклятого, можно придать еще другое значение. Проклятие, анафема, отлучение. Сейчас люди от многого отлучены. Много им недоступно. Но ведомо и достижимо только Богу. Тогда же не будет ничего отлученного от людей. Они будут иметь свободный и совершенный доступ ко всему. Все проклятое и отлученное будет исторнуто из города. В нем установится теснейшее общение Творца с прославленной тварью. Престол Бога и ангца будет в нем. И рабы его будут служить ему. В служении Богу смысл жизни человека. Это у Экклесиаста сказано «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповедь его соблюдая, потому что в этом все для человека». Экклесиаст 12-13. То есть весь смысл человеческой жизни. «Вы обратились к Богу от идолов», пишет апостол Павел, «чтобы служить Богу живому и истинному. Но если теперь к служению Богу апостол присоединяет и второе наше назначение в жизни и ожидать с небес сына его». 1 Фессалоникийцам 1 глава с 9 по 10 стих. То там узрят лица его. Стих 4. Это уже откровение. «Там будет непосредственное и блаженное служение спасенных своему спасителю Амкцу, которого и узрят. Там тварь будет служить своему Творцу Богу, видя его. Когда Адам был изнан из рая, то вместе с проклятием получил назначение трудиться со скорбью и потом». Бытие 3 глава с 17 по 19 стих. «Поэтому напрасны все попытки неверующих видеть в труде смысл и назначение жизни. Жить ради творческого труда». «Ныне труд необходим, и жизнь без него несмыслима. Но и он проклят». «Очень многие люди к Богу не тянутся и объясняют это тем, что я занят тем, у меня внуки, у меня работа и так далее». «У меня родственники, сколько не общаюсь». «Вот ты один, тебе можно молиться, тебе можно и в храм ходить, и благовествовать. А нам, говорит, некогда, нас работать надо». «Так мы и та же работа, у нас брат, он Игорь Барабаш, работает, та же молится, читает Слово Божие, ему это не мешает. Еще семья своя считает». «А может ли в проклятом, в скорбях и поте быть цель? В Гефсиманском саду из уст божественного страдальца сорвалось. Душа моя скорбит смертельно». Марка, 14 глава, 34 стих. «И в этом варении был пот его, как капли крови, падающие на земли». Луки, 22 глава, 44 стих. «Гефсиманская скорбь и кровавый пот сняли проклятие скорби и пота с труда человека. Теперь в Церкви Христовой человеку открывается блаженное и радостное поприще служения Богу, истинная диакония, а не призрачная мира всего. Неразумные представляют себе вечность, как некое блаженное безделье, как непрерывный отдых и вкушение райских яблок». Это у мусульман есть. Там у них и женщины и так далее. То есть все, что здесь земное, все, что считается за такое блаженство, у них это все там вроде бы… То есть они считают, что там… Да, да, да. Они считают, что там там… Такое понимание глубоко чуждо Писанию и сокровенному чаянию христиан. Вечность – это вечное, блаженное и всерадостное служение Богу. Это труд, освобожденный от проклятия. Сравни. Вставай проклятием заклеменный весь мир голодных и рабов. Что-то эти слова-то взяты. Вставай проклятие заклеменный. Интернационал. Коммунистический. Да. «Что может дать миру проклятием заклеменный раб, кроме опять-таки проклятия и рабства греху? Кроме последующего за этим вечного проклятия и рабства, то есть вечных мучений». Добавить есть еще прочитанное у кого? Ну вот в Иоанна, в Иоанна 3 глава, где Господь беседовал с Никодимом и раскрывал ему суть спасения. Он ему прямо говорил, что нерожденный свыше не наследует Царство Небесное. А рождение свыше, оно только происходит только в Церкви. И кто родится от воды Духа. А вода и Дух участвуют только в крещении. То есть рождение свыше и вход в Царство Небесное только происходит через Церковь. Не через какую-то идеологию мирскую, а вот именно через Церковь. Через тот путь, который установил Христос. Будучи сам крестившись, это Таинство Он установил. Это не человеческое все. И поэтому другого пути входа просто нету. Не существует. А все это достигается через изучение Слова Божьего. Исследуйте Писания, и вы выдумываете, через них имеешь жизнь вечную, а не свидетельствует о Мене. Откровение 22 глава 4 стих. И узрят лице его, и имя его будет на челах их. Толкование. Служащие Богу в вечности узрят лице его. О лицезрении Бога смотри толкование 4.2. Это великая тайна. Не видя, видеть невидимого. Интересно еще отметить, что Иоанн пишет, рабы его, служить ему, лице его, имя его. Везде о нем говорится в единственном числе, хотя это относится к Богу Иоаннцу. В этом указании на единосущие троицы «Я и Отец одно» Евангелие от Иоанна 10 глава 30 стих. Бог и Агнец не два Бога, а один, лицо которого и узрят праведы. И имя будет на челах их. Начертание имени Божия на челах святых мы не раз видели в апокалипсисе. Это 2 глава 17 стих, 3 глава 12 стих и 14 глава 1 стих. Известно, что ветхозаветный пересвященник носил на челе своем, на кидаре, золотую дощечку с надписью «Святыня Господня». Исход 28 глава 36 по 38 стих. Такимя Божия с золотыми буквами начертывается на челе, в скобках уме, праведных, на их ликах, в их сердцах, во всем их существе. Исход 28 глава 36 по 38 стихи. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом. И понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним. А вот эта пластина не является прообразом того, что мы вот сейчас во время лечения в богослужении Батюшка нам священным маслом крест ставит, помазание такое совершает. Не знаю. Тут, как говорится, это нестолковано. Ну там же Ветхий Завет, это же прообраз Нового Завета. Нет. Нет? Для чего он носил эту табличку? То есть напоминание о Боге, то, что обязанность ему была? Да, когда напоминание она слышит, вот я, например, когда уверовал, я сразу, Иван говорит, я на 3.16 повесил в себя, написал на любом листе, повесил на стенку. Как вот во второзаконии там написано, что на косяках дома напиши. То есть везде. Там говорится, что идешь, ну там обычно говорится отец к сыну, что отец идет, например, на работу, говори с сыном, то есть о законе Божьем. Дома ты находишь, сидишь, говори тоже о законе Божьем. То есть все время и даже написано косяках дома пиши. У меня лично такое повреждение было. Это мне пример показал брат Андрей Сминьягин, через который я его веровал. У него дома много мест писаний, везде, на стенах, там даже на веранде повешивал, то есть везде, возле икон. Это напоминание. Да, это напоминание всех писаний. Во-первых, ты повторяешь, ты запоминаешь, личный раз почитаешь. Андрей, где он в церкви говорил? Не так давно бы смотрели видеоролики. Это где-то в Краснодаре. В гостях он. Да, как он даёт. Священник, он же не чтец Андрей? Нет. Разрешил ему слово сказать в храме. И он минуты, наверное, четыре, да, не больше. Да, там. Замолиться надо. Да, это ведь он есть. Трудится, брат Андрей, свернягин. И какая речь у него, так скажем, отточена. Видно, что он готовился, конечно, не к спронтам. И дикция, то есть он голос повысит. Ну, о чём он говорил? Об изучении Слова Божия. Вот, главный упор на это дело. Любовь Слова Божия. Видно, что он растёт. На лишнего ничего не говорит. И она короткая проповедь, но она запечатлевается лучше, чем если кто-то растянет на 15-20 минуты. И с чего начало, чем закончил, говорит, непонятно. А это сжато и здорово сказал. А где можно посмотреть? Где-то вы смотрели, я сейчас не помню уже. Не на ютубе же? Он на классе. Одноклассник. Он там выставил. Друзья ему, простите. Он там несколько роликов выставил. На своей страничке, да? Ну, наверное. Андрей с меня. А Артём Масли. Занятия он там ведёт, но не отдельно, сломали, да? Уже там занятия. Да, по разным городам. А вот ещё хотел добавить. В каком году-то его... Он беседовал со священниками. Я не знаю, год не помню сейчас. Года два. Там четверо священников было. И он один был, а их четверо. Это записано тоже. И он всё по Евангелию говорит, а они его так... Обвиняют в том, что он обвиняет. По-моему, аудиозапись была этого. Да, да, да. Аудиозапись была. Я помню. Но одному очень сложно. Надо, чтобы кто-то был, налился на поддержку. А их трое было священников. Они его громили, так сказать. Тяжело. Но он всё по Евангелию держался. И всё там. Я сейчас не помню точно, о чём там беседы были. О войне, о клятии. Это основные темы всегда. То есть он настолько смелый, Андрей, я бы, наверное, один не решился так пойти бы. Он звонил и просил молиться. Потому что нам молились. Потому что его ревность побудила взять этот подвиг. Там же даже дошло до этого, ещё до этой беседы, дошло до того, что эти священники, наш местный отец Дионисий в село Покровске, это Артёмовский район Церковской области, он пожаловался на него, епископу местному, Викинти. И тот вызвал, как говорят, на ковёр туда их, вместе с братом Володей Пищниковым. Там состоялась беседа. И ему вот то, что епископ Евтихий наш благословил, дал им грамоты, благословенные на проповедь. У них у Володи и Андрея были. Ну, они остаются, вернее. Вот, а тот епископ, говорит, вроде сказал, ваш епископ, говорит, запретил вам это, благовествовать. Местный. Да, то, что он вроде, ещё тогда наш был, епископ Евтихий. А бумаги никакой не было. Они просто так вкусно передали, вроде. Андрей говорит, кто может запретить, согласно Слову Божию? Дети проповедуют. Откровение 22 глава 5 стих. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Первое. Оттолкование. Первое. Отсутствие ночи. Второе. Исчезновение нужды в естественных светилах. Третье. Свет божества. Четвёртое. Освящение им спасённых. Им с большого буквы. Как линза собирает в фокусе лучи падающего на неё света, так последние слова апокалиптического видения собирают воедино все лучи божественного света, рассеянные в предыдущих словах тайнозрителя. Как заходящее на западе солнце бросает последний луч уходящему дню и исчезает за горизонтом, так и этими словами брошен последний луч в духоносные очи тайнозрителя. С ними и гаснет последнее видение апокалипсиса. Последний раз, возрев на вечный свет, тайнозритель ещё раз добавляет о спасённых и будут царствовать во веки веков. Некогда архангел Гавриил возвестил при чистой деве, что Христос будет царствовать над домом Якова во веки, и царству его не будет конца. Луки 1 глава, 30 стих. Это всегда исповедует церковь в своём символе веры. Его же царствию не будет конца. А праведный Бог соделывает царями и священниками, и будут они царствовать с ним во веки веков. Над чём будут царствовать святые вечности? Греха или лукавых сил уже не будет, чтобы над ними царствовать. Но будет иное вечное царство славы. Бог сотворил человека венцом и владыкой мира. Однако через своё падение человек потерял это блаженное царство, поработил всю тварь греху и страданиям. Ещё и добавим, что и мы сами от этих тварей страдаем. Те же самые комары, которые у нас в этом году очень много. Это всё напоминание, что человек этому причинен. Грех. Христос освобождает вселенную от рабства греху и восстанавливает блаженное царство нового мира, в котором человек вновь обретает своё изначальное назначение царя и владыки. И это царство не будет нарушено ничем. Святые будут царствовать со Христом во веки веков. Ей аминь. На этом закончилось последнее введение апокалипсиса. Стихи 22 глава 6 по 21 представляет собой уже не апокалиптическое введение, но после слове Иоанна на земле, находящийся на острове Патмос, рядом со своим учеником Прохором. Исайя 22 глава 19 стих «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей». И Даниила 7, 18 «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век и во веки веков». «То есть ветхозаветные пророки прозревали, так сказать, тускло, как говорит апостол Павел, гадасность сквозь стекло такое, да? Прозревали вот это время и записывали своих пророчеств. Исаия, Даниила, ну и другие пророки тут приводили пророка Захария, брат читал. Ну вот, все у меня. В скобках написано далее отдаётся толкование только по Андрею Писарийскому. То есть там были в это предыдущие толкования других святых концов напомнилось. Откровение 22 глава 6 стих «И сказал мне, сие слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Толкование верны и истинны потому, что их произносит сама истина». Как и Христос сказал, «Я есть путь, и истина есть жизнь». Указав всё виденное и изъяснённое, как бы, через ангела, теперь он говорит от своего лица. «Если Бог пророков есть Христос, пославший ангела своего показать рабам своим будущее через блаженного Иоанна, созерцавшего это видение, то очевидно лишь применительно к домостроительству апостол говорит впереди, что откровение дано сыну ради плоти. Так как неужели Бог пророков, который посылает ангелов в качестве служебных духов для открытия рабам своим будущего, не знает ни дня, ни часа кончины и только теперь узнаёт от Отца. Он, имеющий как Бог сокровища тайные, премудрости и разума, как его вопрос задаётся, от лица его евангелист дальше говорит. Это в Евангелии Господь сам говорит, что и сын человеческий не знает, но это только по плоти не знал именно по человечеству, а по Божеству он знал второе пришествие свое, как будет дальше. Откровение, 22 глава, 7 стих. Все гряду скоро блажен соблюдающий слова пророчества книги сей толкования предлагать божественное повеление, как бы от своего лица имеют обыкновение и другие пророки. Слова гряду скоро указывают или на краткость этой жизни в сравнении с будущей, или же на внезапность и быстроту смерти, которая, как представление отсюда, является концом для каждого. И так как неизвестно, в какой час приходит вор, то и заповедан нам бодрствовать и иметь шресла припоясанными и светильники горящими. Луки, 12 глава, 35 стих. Жизнью по Боге и светить ближним, как и Господь в Евангелии говорит, вы свет миру, соли этой земли. Будем поэтому непрестанно с сокрушенным сердцем умолять Бога избавить нас от гонителей, чтобы, когда они покорят нас, ангелы, принимающие души наши, не взяли их неготовыми. Да не стурнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего. осень, не взяли его тела, но все тем миром еще жила. А Господь полюдал убить ангелы. Но, воспевая непрестанно песть Давида, спешил и немедленно соблюдать заповеди твои. Псалом, с ним подобает слава Отцу со Святым Духом честь и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Толкование говорится, слова гряду скоро указывают или на краткость этой жизни в сравнении с будущей, или же на внезапность и быстроту смерти и по поводу смерти я хотел сделать добавление. Однажды группа ученых провела исследование, что говорили перед своей смертью знаменитые безбожники Ницше, Монро, Ленин, Вольтер, ну и другие. О чем шутил в кавычках шутил инженер, построивший Титаник и в чем был уверен идол поп-музыки Леннон. Результаты оказались любопытными. Фридрих Ницше сошел с ума, умер лая в железной клетке. Философия Ницше, если кто не знает, то Гитлер основывал на этой философии о сверхчеловеке, создании сверхрасы, но рийская раса самая высокая. На философию Ницше он опирался. Вольтер, великий насмешник, он глумился над Библией, кстати, у него был ужасный конец, всю ночь кричала о помиловании, его медсестра говорила, за все деньги Европы не желала бы видеть такую смерть, какая была Вольтера, смерть неверующего. Давид Хьюм, атеист, перед смертью постоянно кричал, я нахожусь в пламени, его отчаяние было ужасным, Наполеон, император. Его лечащий врач писал, император умер в одиночестве, всеми оставленный, его предсмертная борьба была ужасной. Карл девятый император. Я погиб, я это знаю, я это ясно сознаю. Гоббс, английский философ по истории в седьмом классе, мы как раз изучали его. Я стою перед страшным прыжком во тьму. Вольван Гёте больше света кричал. Ленин умер, будучи помрачен в рассудке, просил у стола стульев прощения за свои грехи. Как это странно для человека, который был для миллионов людей вождем и идеалом. Ягода глава советской тайной полиции. Это 30-е годы. Должен быть Бог. Он наказывает меня за мои грехи. Зиновьев, соратник Ленина, расстрельный по приказу Сталина. Слушай, Израиль, Господь наш, Бог есть, единый Бог. Вот последние слова одного из руководителей атеистического государства. Он евреем был. Зиновьев-то это псевдоним. Уинстон Черчилль, английский премьер-министр времен Второй мировой войны. Какой же я безумец! Ярославский, президент атеистического интернационального движения. Прошу, сожгите все мои книги, посмотрите на святого, он ждет меня уже давно, он здесь. Он, кстати, написал книгу о том, что якобы есть противоречие в Библии ярославский. Идеолог того времени против Библии воевал, против божественного. Джон Леннон на пике известности в 1966 году во время интервью ведущему американскому журналу сказал, христианство скоро закончится, оно просто исчезнет. Я даже не желаю об этом спорить. Я просто уверен в том, в этом. Иисус был хорошим, но его идеи были слишком простыми. Сегодня мы более известны, чем он. После того, как он объявил, что Битлз более известен, чем Иисус Христос, он трагически погиб. Один психопат выстрелил в него в упор в шесть раз. Примечательно то, что убийца сделала с целью отобрать его популярность и прославиться на весь мир, как убийца знаменитого певца. Политик Бразилии Танкредо Ди Амейде Невис во время своей президентской избирательной кампании публично сказал, если я наберу 500 тысяч голосов своей партии, то даже сам Бог не сможет меня сместить с президентского поста. Конечно же, он набрал эти голоса, но внезапно заболел и за один день до того, как стать президентом, скоропостижно умер. Бразильский композитор, певец, поэт, не называется его имя, во время шоу Рида Жанейра, затянувшись сигаретой, шумно выпустил дым в воздух и кощунственно провозгласил, Бог, это тебе, скоростью он умер в возрасте 32 лет от спида. инженер, построивший Титаник, затонул в 1912 году, еще фильм снятый, зрелищный. После окончания строительных работ на вопрос репортеров, насколько безопасным будет его чудо корабль, с иронией в голосе ответил, теперь даже Бог не сможет его потопить, наверняка каждый знает, что случилось с непотопляемым Титаником. Известнейшая актриса Мэрилин Монро во время презентации ее шоу посетил евангелист Билли Грейн. Он сказал, что Дух Божий послал его проповедовать ей. Выслушав проповедника, она ответила, мне не нужен твой Иисус. Всего недели позже ее нашли мертвых в ее апартаментах. И Антони Уркинский. Кто крепко на Бога уповает, тому Бог во всем помогает. Святой Иоанн Кронштадтский. Демократия в аду, а на небе царство. Вольтер говорил, что через какое-то время Библия будет забыта. Прошло несколько буквально десятилетий, грешников. на этом месте, где он там жил, не российское, английское библейское общество выпускало Библию, миллионный экземпляр. То, что он говорил, будет забыто. Не так, что-то, но углумился над Священным Писанием. Страшно, конечно, даже говорить. Внезапно смерть грешников. Очень много псалмах царь говорит об этом говорит. Внезапно. Еще раз полный случай у меня именно среди моих родных это было. У моей тети, старшая стра моей матери, муж деревова, умирал. У него одно легкое отказало, он все время на этих набрызгал, как было. На легкие и второе тоже. И курил постоянно. Курил, курил, курил. И уже полежит немножко встанет, на кухню сходит, опять покурит, опять ляжет. И я как-то приехал, меня Господь побудил, в последний раз я ему засвидетельствовать решил. С ним на кухню сели, я ему рассказал о вечности Судей Божием, что надо покаяться перед Христом в своих грехах. Он меня молча выслушал, в этот момент он не курил конечно, я бы не позволил ему, и ушел спокойно и лег там на диван. Я уехал, через два дня узнаю умер. И тетя, его жена родная, она рассказывает, что последние два дня он уже отнят был от него разум, он был как ребенок. Просит, дайте мне йогурт поесть молочного. Он поест, дайте мне я поработал, дайте мне сейчас закурить. И вот с этим отошел вечность. То есть в эти два дня он уже господь решил его разуму, как Ленина господь решил. Это уже решение покаяния. Господь решает разуму, это решает покаяния. С этим душа пришла вечность. То есть он не принял проповедь от тебя или Господь вот так точку поставил в жизни. Потому что написано, что ныне когда услышите глаз Божий не расстатите сердце ваше. Это очень важно, потому что проповедь сама по себе она очень сложна человеку дается. А когда Господь благословляет проповедь вот именно она выстраивается и когда человек не принимает эту проповедь то Бог вот так поступает. То есть человек лишает себя уже в вечности сам выбор делает свой. Я предлагаю на этом остановиться. Там еще будет у нас целое занятие. Я хотел тут прочитать статью «Обращение к русской женщине». Не читали? Душа. Небольшая статья. С 8 стиха спасибо. Открой меня 22 глава с 8 стиха начнем следующую. Запишите на следующую. Иван Катанаев написал «Многие мои незамужние подруги часто сетуют на то, что мол мужчины нынче пошли не те. Все никак мужика найти себе не могут». Я в принципе согласен. Богатыри не мы. Это как бы вступление такое. Читаешь русскую классику, а потом смотришь на средне статистического русского мужика. Спортивной формы нет. Одевается за редким исключением так себе, если не сказать жестче. Знаний мало. Внутренний стержень ломается ровно в тот момент, когда его на дороге тормозит гаишник. Не все, конечно, но большинство. Но тут есть важный момент, причинно-следственная связь. Мужчина в России всегда был таким, каким его делали окружающие его дамы. В России матриархальная система координат. И мужчина лишь номинальный глава семьи. Таковым он является ровно до того момента, как остается наедине с женой. Так было всегда. И даже самые смелые гусары, летящие 200 лет назад с шашкой на галуз за неприятеля и абсолютно не боявшейся смерти, писали нежнейшие душераздирательные стихи своим дамам сердца. Сегодня в России совершается около 4 миллионов абортов ежегодно. За один день я подсчитал 11 тысяч. Там 10 958. нерожденных детей убитых. Матери сами убивают своих детей. Сегодня в России порядка 150 тысяч сирот. А каких-то 10 лет назад их было более 600 тысяч. Ну город Барнаул представьте себе сирот. За 10 лет как вы видите очень многие усыновили и забрали в семьи. Но это дети от которых отказались их собственные матери. Сегодня в России разводится каждая вторая семья. Это первое место в мире. У нас распадается каждый второй брак. А есть области например Волгоградская где разводов регистрируется ровно столько же сколько и новых браков. Задумайтесь над этими ужасными цифрами. Если хотя бы запретить аборты на 5 лет у нас за это время прибавилось от 15 до 20 миллионов человек населения. Женщина издревле была у нас хранительницей домашнего чага. Именно на женщине лежит домашний уют, воспитание детей и все хлопоты по хозяйству. Брать для любой женщины это подвиг. Нужно отбросить все свои я, все свои планы, мечты, посвятить свою жизнь служению. Да, именно служению своему дому. Именно поэтому мужчины женятся, а женщины выходят замуж. Быть замужем означает добровольно пожертвовать очень многим и смириться со всеми недостатками и грехами суженного. Это большая работа на всю оставшуюся жизнь. Когда я смотрю на современных женщин, мне становится их просто жалко. В бесконечных поисках непонятно чего и непонятно кого многие наши женщины превратились в непонятно кого. Хотя вполне понятно, но писать грубо не буду. Под сантиметровым слоем макияжа скрываются обычные куклы, с которыми если только спать и можно, да и то недолго, что большинство современных мужиков и делает спокойно. Почему? Потому что вы сами женщины нам это позволяете. все эти увлечения какими-то сомнительными духовными практиками в кавычках 50 оттенков серого сделали из современной женщины бездуховную пустышку. До революции в России не было ни одного детского дома. Проблемы брошенных детей просто не существовало, так как брошенных детей не было. Те единичные случаи, когда мать отказывалась от ребенка из-за невозможности его прокормить, всегда легко решала православная церковь, беря на воспитание отроков. Развод был диковинной редкостью в царской России. Развести могла только церковь. Основанием для развода были доказанное прелюбодеяние одного из супругов, добрачная неспособность к брачному сожитию, судебный приговор с лишением всех прав состояния, судебный приговор с осылкой в Сибирь и лишением всех прав и имуществ, безвестное отсутствие супруга не менее пяти лет. Главным доказательством были показания свидетелей и факт наличия незаконно рожденных детей. На суд надо было представить, чем почешались в то время свидетели прелюбодеяния. Трудность и редкость разводов подтверждает и статистика XIX века. 1840 год 198 разводов, 1880, то есть 40 лет прошло, 920, 1890, 942. Согласно переписи 1897 года на тысяча мужчин приходился один разведенный, на тысяча женщин две разведенные. В 1913 году по всей Российской империи на 98,5 миллиона православных было оформлен 3791 развод, то есть процент 0,38 процента. И женщина рожала тогда в среднем по 5-6 детей, а сейчас и двух мало кто осиливает. Знаете, в чем была разница XIX века сегодняшних дней. Общество у нас тогда было построено православие и высокой внутренней морали, было понятие нравственности, поэтому мужчины стрелялись, а женщины совершали настоящие подвиги. Александра Григорьевна Муравьева, урожденная графиня Чернышева, дочь действительного тайного советника, уровень генерала сейчас. 22 февраля 1823 года стала женой Никиты Михайловича Муравьева, когда мужа декабриста арестовали. Ждала третьего ребенка. Разрешение следовать за мужем получила в 1826 году, 26 октября. Оставив свекрови троих малолетних детей, одна из первых жен декабристов последовала за мужем. Проезжая через Москву, Муравьева виделась с Пушкиным, которая передала ей свои стихи, адресованные декабристам во глубине сибирских руд. И послание к Пущину «Мой первый друг, мой друг бесценный». Что такое было последовать с мужем декабристам в ссылку? Разрешение давали только тем, кто полностью откажется от всех своих званий, чинов и положения. Только представьте, дочь влиятельнейшего человека, графиня с прекрасной родословной, отказывается от абсолютно всего, чтобы последовать за мужем Читинский Острог в Сибирь. Современницам это вряд ли даже осмыслит получится. Она умерла в 28 лет, не выдержав ссылки и кончины своего шестого ребенка. Ради таких женщин русские мужчины шли с улыбкой на смерть во время наполеоновского нашествия. Умирали в окопах Второй и Мировой, не делая ни шагу назад. Ведь они все понимали, что за спиной Родина Мать. Поэтому сегодня, обращаясь ко всем девушкам и женщинам, кто прочитает это, я хочу вас попросить вспомнить об этом уникальном многовековом опыте построения семьи в православии. Ведь не секрет, что даже сегодня абсолютное большинство семей, где супруги свято чтут и соблюдают православные каноны и уставы многодетные. В таких семьях редки ссоры и практически отсутствуют разводы. Все уже придумано за нас. Просто научитесь этим пользоваться. Обращение к русской женщине. Заголовок. Ну, конечно, не совсем тут можно согласиться, но понятно. С дореволюционной времен у нас опорой и содержателем семьи был всегда мужчина. А сейчас возьмите нашу Россию. У нас 50% мужиков пьют и неспособны содержать. Поэтому у нас все это легло на плечи женщин. И она несет и те обязанности ей надо родить и воспитать и накормить и напоить этого пьяного мужа обиходит. я с этой статьей не совсем согласна. Можно сказать на 50%. Не совсем можно согласиться. тоже так. Но однако все-таки интересные статистические данные. Так нельзя говорить, потому что тут все взаимосвязано. Одну какую-то сторону на другую тут нет. А тут получается как раз то, Игорь. Сказали только о женщинах. И не слово о мужчинах. Нет, все, помолчим. Переварив через неделю обсудим. Закон Божий ко всем относится. Как мужчинам, как женщинам. Дядь Люба, тут какую-то сторону обвинять тоже нет. Дядь Люба, вы как раз этим своим сказанием показали, почему эта статья отвращена именно к женщинам. Первое качество женщин должно быть. Смиренно мудрее во всех. Смиренно мудрее молча они. Здесь речь идет именно о верующих. вообще мы сплошной. Муж и жену колотит, жена и там его злословит. Там по-разному вообще все было. Не написано, что православная женщина, как всем русским женщинам. Как православные же обращения третьим. Журнал православный. Просто кто как сказать, кто прихожанин, кто постоянно в церкви находится, а кто вообще приходит уходит раз в год. Таких очень много. Вот я с братом Сергея слышал видеоролик, он парализован из города Воронежа. Он с Игнатьевом общался по скайпу. говорит, там пришел священник, один местный его исповедует. Он сказал, что в Воронеже развод именно стопроцентный. То есть сколько женится, столько и разводится. То есть молодежь по городу. только это нормально, а сейчас и для православных это нормально. Вот брат Сергея у нас Пупков, ему даже епископ выписал разводную, он вообще был неверующий. Пошел венчаться, венчался, все, бракосочетание состоялось. А потом пошел, решили развестись, он говорит, пошел, даже епископ подошел, ему дали разводную. Вот и все. У него бумажка есть, разведем. Восстан не стекла истину, блажить дитя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения с Ерафим, без излиния Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величай. Благодарим Тебя, Господь и Бог наш, за эти занятия, за то, что даешь нам это благодатное время исследовать слова Твои золотые, Господи, слава Тебе. Помоги, Господи, здесь услышанное, увиденное все это усвоить сердцем, разум, и чтобы было на устах наши заповеди Твои святые, чтобы мы даже стремились к исполнению их, полюбили Господи, ибо Ты сам сказал, что кто любит меня, тот исполнит заповеди мои. Помоги нам, Господи, до конца этой жизненной жизни все перетерпеть с верою, с надеждой, с любовью к Тебе. Доведи нас до желания пристына, до Царства Твоего. Тебе хвала за все, честь и поклонение, Отец, спасибо.